Всем привет! Смотрите как ускорить работу виртуальной машины гипервизора VMware, Oracle VirtualBox и Microsoft Hyper-V. Технология виртуализации сегодня широко используется в различных приложениях, от серверов до настольных компьютеров. Но хотя настроить виртуальную машину на вашем компьютере может быть легко, производительность всегда остается проблемой. В данном видео я покажу несколько способов, которые помогут повысить производительность виртуальной машины. Данная видеоинструкция универсальна, поэтому подойдет для разных гипервизоров. Прежде чем приступать к настройкам, перезагрузите компьютер. Если ваша виртуальная машина до этого времени работала нормально и вдруг определенный момент стала зависать, попробуйте перезагрузить компьютер или сервер, на котором она установлена. Таким образом вы сможете определить дальнейшую причину такой ее работы. Один из самых важных элементов, которые влияют на производительность машины — это оперативная память. Виртуальные машины требовательны к объему доступной оперативной памяти. Поэтому для виртуальной машины нужно выделить объем памяти, который соответствует минимальным требованиям конкретной операционной системы. Для виртуальной машины рекомендуется выделить не менее третий общей памяти хоста. В случае, если уже после создания виртуальной машины оказалось, что памяти для ее нормальной работы недостаточно, добавить ее можно в настройках. Прежде чем это делать, убедитесь, что виртуальная машина отключена. Также не рекомендуется предоставлять виртуальной машине более 50% физически присутствующей на сервере. Для нормальной работы виртуальной машины будет достаточно 8 ГБ оперативной памяти, установленной на основном ПК. Установите большее значение и проверьте работу виртуальной машины. В дополнение к увеличению памяти вы также можете добавить больше процессоров. Основная нагрузка при работе виртуальной машины приходится на центральный процессор. Таким образом, чем большую мощность из центрального процессора виртуальная машина может занять, тем лучше и быстрее она будет работать. Если виртуальная машина установлена на компьютере с мультиядерным процессором, то в настройках виртуальной машины для нее можно выделить несколько ядер. Виртуальная машина на двух и более ядрах центрального процессора будет работать ощутимо быстрее, чем на одном. Установка виртуальной машины на компьютере с одной или двуядерным процессором нежелательно. Работать такая виртуальная машина будет медленно и выполняя каких-либо задач будет неэффективным. Еще один параметр который может влиять на скорость виртуальной машины это настройки видео. К примеру, включение 2D или 3D ускорения VirtualBox позволяет работать некоторым приложениям значительно быстрее. Если вы используете на виртуальной машине приложение для работы с графикой, увеличение видеопамяти также может ускорить ее работу. Этот параметр напрямую зависит от параметров видеоадаптера установленного на основном ПК. При создании виртуальной машины вы можете добавить два разных типа виртуальных дисков. По умолчанию виртуальная машина будет использовать динамический диск, размер которого увеличивается по мере их заполнения. Если создать новую виртуальную машину с динамическим диском и максимальным размером 30 ГБ она не займет сразу 30 ГБ места на вашем накопителе. После установки операционной системы и программ он может занимать всего 10 ГБ и по мере добавления файлов на виртуальный накопитель его размер будет увеличиваться до 30 ГБ. Это удобно, так как каждая виртуальная машина не будет занимать излишне много места на жестком диске компьютера. В свою очередь работа динамического диска медленнее фиксированного. При добавлении фиксированного диска весь объем будет выделен вне зависимости от объема данных, которые записаны на диск. Фиксированный диск виртуальной машины занимает больше места накопителя на компьютере, но добавление или копирование файлов будет происходить быстрее. Если вы создали виртуальную машину с динамическим диском его можно изменить на фиксированный, подробнее смотрите в другом нашем видео, ссылку я оставлю в описании. После установки на виртуальную машину операционной системы первое что необходимо сделать это установить пакет инструментов или драйверов, например виртулбокс Гест Additions или Вамваре Тулс. Такие пакеты содержат драйвера, которые помогут операционной системе работать быстрее. Установить их просто в виртулбокс, запустите машину и выберите устройство «Подключить образ диска» дополнительной гостевой операционной системы. После чего запустите установщик, который появится как отдельный диск в папке «Этот компьютер» гостевой операционной системы. В Вамваре Workstation выберите меню «Виртуальная машина» «Установить кей в Вамваре Тулс» После чего запустите установщик, который появится как отдельный диск проводники. Еще один способ ускорить виртуальную машину добавить папку с виртуальной машиной в исключение вашей антивирусной программы. Антивирусная программа, кроме прочих, также сканирует файлы виртуальной машины, что снижает ее производительность. Но дело в том, что антивирусная программа не имеет доступа к файлам внутри гостевой операционной системы, поэтому такое сканирование бессмысленно. Определить, что антивирус сканирует файлы виртуальной машины можно в диспетчере устройств. Если вы видите здесь много процессов виртуальной машины, попробуйте отключить антивирус. или добавить папку программы в исключение. Антивирус будет игнорировать все файлы из данного каталога. Также зависание может быть причиной установки нового антивируса. Проверьте, не установился ли антивирус вместе с недавно установленной программой. В таком случае просто удалите его в панели управления. Также рекомендуется проверить настройки ускорения. Это специальное расширение процессора, предназначенное для улучшения производительности виртуальных машин. На некоторых компьютерах данная настройка автоматически не активируется. Чтобы ее включить, необходимо перейти в BIOS компьютера и включить ее вручную. При проблемах с виртуальной машиной убедитесь в том, что указанные функции виртуализации уже активированы в BIOS. После чего включите их в виртуальной машине. Если для хранения виртуальных машин на вашем компьютере используется жесткий диск, попробуйте перенести ее на SSD. Перенос виртуальной машины на SSD ощутимо ускорит ее работу. Также не рекомендуется размещение диска виртуальных машин на внешних носителях информации. Они работают еще медленнее, чем встроенный HDD диск. Установленная на виртуальную машину операционная система мало чем отличается от той, которая работает на основном компьютере. Ее работу можно вскорить, следуя тем же принципам и используя те же методы, которые актуальны для любой другой операционной системы. Например, производительность системы увеличится, если закрыть фоновые программы или те, которые автоматически запускаются при старте системы. На производительность системы влияет необходимость осуществления дефрагментации диска, если виртуальная машина расположена на HDD диске. Еще одним из решений производительностью виртуальной машины может быть изменение программы для виртуализации. Некоторые пользователи заявляют, что тот или иной гипервизор работает быстрее. Виртуальную машину можно перенести в другой гипервизор. Подробнее смотрите в предыдущем видео. Если при запуске виртуальной машины она тормозит или зависает, обычно это может произойти после обновления операционной системы. Причиной может быть активация функции изоляции ядра. Если ваша виртуальная машина начала тормозить и зависать, проверьте отключена ли данная опция. В поиске ищем Core Isolation и отключаем ее. Или запустите Microsoft Defender. Перейдите в раздел «Безопасность устройства» «Сведения об изоляции ядра» и переместите бегунок в положение «Отключено». Еще некоторые версии программ могут конфликтовать с установленными компонентами Hyper-V, VSL2 или «Песочница». В VirtualBox вы увидите такой значок. В таком случае их придется отключить. Для этого откройте «Параметры», «Приложения», «Параметры и компоненты», «Включение или отключение компонента Windows». Здесь снимите отметку напротив Hyper-V. Если отключение не помогло, нужно выполнить команду для их отключения. Запустите командную строку от имени администратора и выполните такую команду. После перезагрузите систему и проверьте работу. При старте значок должен измениться на следующий. Если говорить о производительности виртуальной машины в зависимости от конкретного гипервизора, то одни пользователи уверяют, что Oracle VirtualBox является самым быстрым инструментом для работы с виртуальной машиной. Для других это ВМ-Вары или Hyper-V. Но то, как быстро будет работать виртуальная машина на конкретном компьютере, зависит от множества других факторов, таких как версия операционной системы, ее тип, настройки системы и виртуальной машины. Производительность самого компьютера и прочее. В любом случае всегда можно установить другую программу. Виртуальную машину вы сможете перенести из одного гипервизора в другой. Подробнее смотрите в предыдущем видео. Если вам нужно восстановить данные с виртуальной машины, воспользуйтесь программой Hetman Partition Recovery. Программа работает как с дисками виртуальных машин, так и с виртуальными жесткими дисками. Вы сможете восстановить данные, утерянные при работе с виртуальной машиной в амбаре, VirtualBox, Hyper-V и прочими. В том случае, если виртуальная машина утратила работоспособность, виртуальный диск получил повреждения или потеряны важные файлы, программа поможет вам их вернуть. А на этом все. Надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok